На Краевом Оргкомитете обсудили вопросы комплексной безопасности на транспорте, в местах проживания и во время тренировок. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Переверзев доложил губернатору, разработаны и согласованы планы транспортного обслуживания делегаций команд в Краснодаре, Сочи, Геленджике и Анапе. Важно также не допустить роста цен на гостиничные номера, а уж тем более на продукты питания. Глава региона акцентирует, все гости кубанских городов должны иметь возможность попробовать местные фрукты, сырые напитки. Доступность для всех категорий граждан, жителей и отдыхающих, и болельщиков, которые приедут в этот период, для всех. Это у нас будет для богатых и богаче богатого, а все остальные где должны питаться. Здесь поручение в течение буквально следующей недели, протокол внесите, проработать с Минпромторгом, что ситуация может быть очень серьезной. Вот здесь мы, в чем здесь можем очень сильно повлиять, это с продукцией местных производителей. Вот давайте попытаемся сделать так, чтобы все-таки местные производители, поскольку это все находится на кубанской земле, максимально выиграли от того, что чемпионат мира по футболу проходит в Сочи. Чтобы у них была возможность у местных производителей реализовывать свою продукцию в Сочи, в Геленджике, в Анапе. Во всех городах, где будут тренироваться зарубежные спортсмены, правоохранители перейдут на усиленный режим несения службы. Вопросы безопасности должны быть на контроле в каждом муниципалитете. На кону честь страны. Мы осоздали штаб при муниципальном образовании, который будет работать круглосуточно. Там задействованы все начальники управления. На весь период чемпионата штаб будет работать и контролировать всю работу, как проходит чемпионат. В Анапе готовят две тренировочные базы. Одна основная – в Витязево. Благоустраивают подъездные пути и все гостевые трассы. Ведет свою деятельность школа волонтеров. Ребят готовят к встрече гостей. Продумать нужно каждую деталь, чтобы болельщики возвращались к нам уже в качестве туристов.